Кроме того, говорили о переводе на дистанционный режим обучения. Он начнется с 5 по 12 апреля. Решение о переходе должны принять сами родители и написать заявление. Без такого заявления перевести ребенка на дистанционное образование в школе не могут. Но в социальных сетях распространилась фейковая информация о том, что дистанционное обучение будет платным. Информацию опровергла министр образования и науки Республики Людмила Башарина. Да, у нас есть огромное количество онлайн-платформ, которые располагают тем ресурсом, чтобы ребенок качественно мог готовиться к осваивать образовательную программу, готовиться к урокам и осуществлять образовательный процесс. Мы рекомендовали всем образовательным учреждениям воспользоваться этими ресурсами, которые, кстати, на период распространения коронавирусной инфекции бесплатно предоставили свои ресурсы, бесплатно предоставили доступ к использованию их при организации образовательного процесса. Но дистанционное обучение, и об этом все образовательные учреждения прекрасно знают и должны проинформировать родителей, если нет, мы говорим об этом сегодня, оно может быть реализовано не только с использованием этих онлайн-платформ. Достаточно использования системы WhatsApp, соцсетей, различных групп, в которых все наши дети состоят, класс-групп, школьных групп, с использованием обычного стационарного телефона, где учитель может давать задания, разъяснять, давать консультации и получать обратную связь. То есть дистанционное обучение предполагает не только использование информационных ресурсов, но и любое взаимодействие учителя и ученика на расстоянии. Дело в том, что это все ресурсы частные, они не государственные и может быть всякое, но у нас есть информация, эта информация предоставлена о том, что все эти ресурсы предоставили бесплатный доступ. Сейчас нам говорят о том, что один из ресурсов берет плату, мы сейчас с этим разбираемся, естественно, мы от него откажемся. От этого ресурса будем рекомендовать школам, которые в нем работают и которые выбрали, и будем отказываться. Но сонное обучение – это просто вынужденная мера на период распространения коронавирусной инфекции. Эта мера, она предпринимается с одной единственной целью – сохранение здоровья наших детей. Это самое главное, что сегодня мы должны для себя уяснить. А форма заявления, форма обучения – это все второстепенные вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!